Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет, второе послание к Симофею, третья глава, продолжает тему второй. Во второй были наставления самому Симофею, как надо себя вести. В третьем то же самое, но с некоторыми предупреждениями о проблемах. Как раз в конце второй там было о спорах, что споров нужно избегать, а вот исправлять, те, кто не прав, можно и даже нужно, но с кротостью и для того, чтобы Господь им дал, соответственно, это покаяние, возможность измениться. А условия будут не очень хорошие, так и знай. Третья глава. Знай, в последние дни настанут трудные времена. А какие последние дни? Вот мы живем спустя около двух тысячелетий. Сейчас у нас последние дни или нет? Вообще вот этот термин последние дни в новозаветных посланиях обозначает весь период между пришествием Христа и его вторым новым пришествием, когда вот осуществляется пророчество, когда сбывается то, что должно было произойти и когда, ну, все непросто. Вот, может быть, две тысячи лет уже последние дни и сколько еще дней или тысячелетий или миллионов лет они будут длиться, мы не знаем. В последние дни настанут трудные времена. Пророчество на все будущие века. Люди будут любить лишь себя да деньги. Заносчивые хулители, неверные даже родителям, неблагодарные, нечистые, недружелюбные, непримиримые клеветники, не знающие ни удержу, ни учтивости, ни доброты, предатели, безудержные ослепленные, которым удовольствия желаний Бога. Будут они сохранять вид благочестия, но от силы его откажутся сами, подальше от таких. Вот, наконец, пошло, какие люди плохие в последние времена, не буду даже всего комментировать, только одно. Они сохранять будут вид благочестия, но от силы его откажутся сами. То есть, они будут всячески изображать из себя таких религиозных, духовных людей, но силы в этом не будет, причем они сами от нее откажутся. Вот, когда сохраняется пустая форма, оболочка, обертка, а внутри ничего нет. Есть среди них такие, кто проникают в чужие дома, чтобы принять тетушек, которые погрязли во грехах, следуя множеству прихотей. Вечно они чему-то учатся, но никак не могут прийти к познанию истины. Вот такой тоже портрет людей, которые именно с женщинами, тетушки, там у него такое слово, как бы, грубоватое, немножко такое, нелитературно использовано. И вот они все чему-то учатся, и вот они чего-то там хотят, добиваются, но никак не успокоятся. И вот этот процесс такого ложного поиска белка в колесе, он, конечно, очень может затягивать людей. Как противостояли Моисею и Анне и Сиамбриям? Это волхвы, которые состязались с Моисеем при фараоновом дворе, но в Библии их имен нет, они в традиции еврейскую помянуты. Таким же образом и они противятся истине, вот эти люди, которые там чего-то придумывают, бесконечный круг каких-то обучений, ни к чему не приводящих. Таким же образом и они противятся истине, разращенном этих людей, им неведома вера. Но добьются они немного, их безумие станет для всех очевидным, как было и с их предшественниками. То есть ничего у них не получится, и, в общем, не нужно особо на это внимание обращать. Есть такие, и ладно. Вот, может быть, как раз принцип, который во второй главе был изложен, не спорить, но исправлять. Вот если они не желают исправляться, ну, их выбор. А ты верно следуешь мне в том, что касается учения, образа жизни, цели, полагания, веры, стойкости, любви и терпения. Вот хороший набор учения, образ жизни, одно от другого неотделимо, можно говорить красивые слова, но жить совершенно по-другому. Цели, полагания, то есть что человек выбирает, веры, стойкости, любви и терпения, и как это действует в нем. Ты был со мной в тяжелый час, когда догнали меня в Антиохии, Иконе и Листре, места, где Павел проповедовал. Сколько пришлось перенести мне гонений, и от всех избавил меня Господь. Да и все, кто желает благочестиво жить со Христом, будут гонимы. О как! А мы думали, все будет хорошо. Нет, не совсем. Извините. А негодяи и чародеи будут погружаться все глубже в собственные обманы, погружать других. Мне бы, конечно, хотелось наоборот, но что написано, то написано. «А ты твердо придерживаешься учения, в правоте которого удостоверился. Ты ведь знаешь, кем ты научен. Ты с младенчества знаешь священное писание, и оно способно придать тебе мудрости ради спасения по вере во Христа Иисуса». Смотрите, он приводит два основных аргумента. Почему ты должен придерживаться этого учения? Ты знаешь, кем ты научен. Ну, имеет ли в виду самого себя, может быть, скорее еще семью. То есть ты знаешь людей, от которых ты это учение принял, и ты можешь быть в них уверен. Вот очень важно, потому что мало ли кто говорит всякие красивые слова. Но если ты уверен в этих людях, если ты понимаешь, что их учение не расходится с их жизнью, с их практикой, с их всем, то тогда в этом учении есть какой-то смысл. А второе священное писание как нечто твердое, как некое общее для всех оснований. Потому что мало ли на свете хороших людей, каждый из них может чему-то научить. А в чем тогда наша общая вера? Вот священное писание – это именно источник. Если хотите, вот вам предание, кем ты научен, а вот вам писание, что написано. И все это вместе обязательно. И дальше фраза про писание, которую очень часто цитируют, говорят, что такое Библия, в чем ее роль. Но обратим внимание, что Библия еще не была написана, Новый Завет только дописывался. Да, вот это же часть Нового Завета. Значит, это такой скорее принцип, чем корпус текстов уже законченный. Вот под одной обложкой собранные книги, вот тебе писание. Еще оно пишется вот в данный конкретный момент. Все писание вдохновлено Богом и приносит пользу, обучает, обличает, исправляет и наставляет в праведности, чтобы был Божий человек подготовлен и снаряжен для всякого доброго дела. То, что писание – это откровение свыше, это, ладно, важно, что оно действует, оно приносит пользу. И приносит его по-разному. Обучает, обличает, исправляет, наставляет в праведности. То есть сразу несколько разных действий, которые направлены на одно. Человек становится лучше. Человек обретает некое знание не абстрактно, но начинает по-другому жить. И он становится подготовлен и снаряжен для всякого доброго дела. То есть писание – это одновременно то, что служит для него источником не только абстрактного знания, но вот практической какой-то готовности. Собственно, зачем его еще и читать? Продолжение следует...